я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 17 у нас начала зима декабрь выпал снег и я думал что будет снега больше ну в общем то тоже немало смотрите сантиметров 10-15 там он куры практически плавают в этом снегу что-то тут ковыряются что-то еще вышел я за ворота посмотрел метет снег летит деревья голые лысые солнце где-то там низко это 9 часов утра сейчас кстати на заметочку так в общем такая погодка что только сидеть где-то там у себя в доме накрыться этим пледом с головой и и спать слышите как снег хрустит под ногами морозит с утра а нам нужно работать нам нужно работать потому что коровы то не оценят если я залезу под этот под кровать и пледом укроюсь кстати давайте за них посмотрим что тут вода не замерзла корова ходят гуляют смотрите ну не замерзла но что-то тут такие какие-то смотрите до снега нападала туда орут холодно недовольные наверное не по ним не поймут что вообще случилось почему так было тепло и хорошо а тут на тебе в общем давайте заедем сыпанем им травы если там она еще осталась трактор не нормально трактор на морозе заводится все порядке вот я даже этот ну не знаю по моему чистить тут пока что особо и нечего да чуть-чуть можно будет проехаться наверное мы это с вами и сделаем так включать уже уже нужно включать освещение вот внутри тоже заметает видите да так до травки тут уже нету и это неудивительно травка уже вся сгнила за тот месяц который прошел когда я оставил этот туда этот прицеп в общем можно оттуда его убрать чтобы он там и не мешал проезжать тогда мы будем но этот чистить хотя бы вот была такая небольшая надежда что чуть-чуть останется хоть немножко но надежда не оправдалась так смотрим 9.30 ранняя зима минус один градус и один градус даже этот почва каким-то образом еще сохраняет но под снегом наверное да в общем я хотел бы чтобы немножко распогодилось и мы с вами имели возможность немного поработать поэтому давайте ставим вот так вот скорость на 5 и дело в том что приходил этот дед по нас он вообще ну наверное ему этот кости крутит ломит такая погода сами понимаете да что тут наверное так оно есть я не стал уже выпытывать у него но говорит этот ты внучок если бы этот привез он что-то внучком меня называет не знаю почему вот если бы ты привез дров дровишек горит немного привези потому что этот там школа отапливается этим котлом на щепе и в общем то как-то с тех пор как предыдущие фермеры отсюда съехали или чем-то другим занимаются некому привозить дрова и мы эти дрова с вами должны будем в общем то привезти хотя бы немножко давайте прочистим да сколько удастся кстати очень хороший вот этот вот ковш тем что он набирает и назад когда едешь и вперед я понимаю может быть это не очень-то и реалистично как вот подсказывает а ты неправильно пашешь пашешь что-то неправильно неправильно пашу да тут я с вами кстати опять таки да дед по нас тут ну с утра мы с ним поговорили дровишек о дровишках договорились и он этот прислал сюда трактор с прицепом погрузили я даже не участвовал вот погрузили улей вывезли он горит потому что ну нельзя оставлять пчелу мало ли вдруг морозы ударят очень сильные и пчелы тогда твои просто пропадут вот вывезем где-то там у него в погребе или в общем-то какое-то место где тепло и когда весна придет он назад их нам вернет хорошо меньше мороки а то я думал чем их тут то ли снегом укрывать то ли как их непонятно вообще что с ними делать так знаете что я думаю я хочу наверно мы будем на поле высыпать вот сюда и голову не морочь правильно если бы была реализация того что снега задержание знаете вот раньше делали вот если бы была эта реализация снега задержания я бы с удовольствием конечно этот высыпал бы на поле на наше чтобы влаги было больше но пока что такого нету может быть мадоделы все-таки доделают как-нибудь прочистим дорожки чтобы хотя бы наша этот наша ферма хоть как-то было похоже на обжитую ферму ну да куры там ходят немного клокчат ну а так то в общем она немножко закинута такая кажется что тут никто не живет поэтому нужно хоть как-то хоть как-то показать что тут живут вот да и трактор зимой интересно покатать да и вообще снег чистить тоже вначале интересно потом когда феврале там где-то то уже будет неинтересно будешь ждать когда же он этот растает ну а сейчас нормально вот вы знаете я даже немножко рад то что снега не очень много потому что так бы весело мы с вами не чистили просто этот для скриншота по-моему да хоть сейчас делай скриншоты а сделаю наверно так ладно чуть-чуть прочистили это не те снега о которых я вам говорил что там даже трактор не проедет но то ли еще будет неизвестно же это ж только начало зимы радоваться еще рано что снега мало наверное думаю тоже чуть-чуть так про парки на дорожку сирко там сидит в этом смотрите и даже носа не выказывает из будки вышел так этот макнул ногой в снег сморщился и залез назад все умный пёс в общем-то понапрасну не гавкает деда панаса один раз увидел это на него даже не гавкал смотрит старый человек идет но что с ним зачем на него до этот злится вот а потом вообще даже его хвостом там вилял когда видео в общем толковый пёс мне нравится вот кто рад зиме по моему так это вот куры вот они сто процентов рады смотрите им что в снегу ковыряться что в грязи что в навозе но вот все равно наверное во теперь уже совсем другое дело похоже на обжитую такую вот эту местность хотя бы так для себя ходить тут вот ну и сюда чуть-чуть сейчас этот гриба нём интересно сколько будут потом эти сугробы у нас ставить как долго они будут таять если большой по моему нагрузить то до середины лета будет тут лежать ну это такое уже да это уже это уже лишнее так хорошо там можно было бы ну я думаю тут мы разово туда проедемся да еще снега насыпет еще успеем на этот наковыряться с этим снегом наиграться мне нравится то что дорогу чистят вот это вот здорово потому что в магазин съездить и дорогу чистить если бы это все на мне лежало на моих плечах было бы неинтересно совершенно так немножко прочистим у коров посмотрим что там им может быть что-то им корма какие-то задать нужно я надеюсь что там еще все таки есть у них хоть что-то это чистится не чистится непонятно по моему не очень чистится чистится но не очень ага вот это у нас кормушки нарисовано что есть еще трава да хорошо 2 килограмма мы собрали то что они тут набросали куда-то туда высыпали ладно так давайте наверное выйду и по заглядываем насчет все таки этого что там у них о чем почему здесь открыто холодно же я думаю почему они орут но тут тут дверь смотрите вообще выломана так руки не дошли до этого до ремонта еще хотел поремонтировать да и тут тоже представляю как им холодно тут капец у меня даже мурашки по коже я как этот как представлю как им тут нехорошо снегу ковыряются давайте смотреть что у нас есть коровы и здоровье у коров солома трава травы еще четыре с половиной тонны сила сена и чистота стопроцентная теперь до вода в общем-то соломы немножко и сила сена силос у нас есть силос есть но даже не знаю открывать его или не открывать этот силос дело в том что я то открыть то могу а потом он этот открыт и может испортиться да снег туда нападает пленка сейчас он закрыт и нормально так он там лежит по моему сейчас давайте посмотрим съездим вот смотрите да по моему уменьшается количество не как было 123 так и осталось хорошо под пленочкой и притом пленка не вся открывается здорово это так как надо прям это как по правилам ну что я могу сказать значит наши коровки переживут эту зиму в любом случае мы же этот могли бы поехать в магазин и еще купить там сена например или еще чего но здорово то что мы не поленились и заготовили вот это конечно здорово так проверим сила сена 77 220 да давайте еще одну забросим по-моему да по-моему этот засчиталось зато навоза накопится за зиму представляете сколько наконец-таки сможем теплички какие-нибудь придумать хоть одну пока что маленькую поставить какой-нибудь может быть даже этот не совсем весной а даже как-то этот в конце зимы так снег снег не годится вот феврале да если поставить теплицу то мы может быть даже этот получим какие-нибудь свежие огурцы уже в марте и сможем их продавать за просто это да будем раздавать местным чё там разве я продам деду панасу огурец за 2 доллара нет конечно он каждый раз приходит этот мед каждый раз новый какой-нибудь приносит говорит а вот это вот смотри гречишный а вот это смотри это липовый попробуй а вот это там луговое а это такой сякой гордо луговое у меня что же есть по-моему что не сыпется уже может быть слишком далеко заехал так хорошо вот поэтому какие могут быть продажи до 9 тонн 9000 литров так скажем вот трава солома солому вот как-то соломой нужно решить непонятно как давайте может быть мы его как-то толкнем что ли за этот я заеду сейчас туда потому что сейчас солома есть а завтра ее нету представляете как это на холодном бетонном полу я даже не хочу даже представлять так да что там куда фиг проедешь во теперь будем знать по центру до по центру у нас рассыпается вот это хорошо может быть кто помнит фермер симуляторе 13 дай по моему в 15 тоже нужна была специальная машина которая бы эти тюки ворошила не так все просто так я вилами зашел поковырял да и все что какую-то машину за 20000 покупать до вилами расковырял да и и все на том так но немножко коровам задали до кормов ах холодно то ли дело в трактор залезаешь а красота тепло от движка я тут по моему где-то этот местный умелец вывел эту трубу которая теплый воздух сюда подает с вентилятором от компьютера то вообще красота можно ездить сколько угодно и куда угодно и сейчас мы примерно этими будем заниматься только единственное что я наверное оставлю снега немного я думаю мы проедем так бы можно было бы и взять с собой и чистить перед собой но мы проедем так хорошо что нам нужно по моему какая там клавиша была ченщики песики вот нам нужно для бревен ну пока что так вот так попробуем да там он закрепить ремни есть я думаю что бревна вполне нормально там закрепятся это не тот прицеп который у нас раньше был это хороший прицеп поехали развернемся вот да и наверное я проеду мимо своего поля там будет поближе как раз можем этот выйти посмотреть что тут у нас с этими с озимами все в порядке ну по моему шевелятся смотрите даже не замерзли хоть и в снегу нормально вот тюк валяется кстати тоже вот интересно будет посмотреть не пропадет ли он в конце концов на озеро были бы коньки можно было бы на озеро смотрите да на коньках покататься когда она замерзнет конечно не раньше так нам нужно проехать в лес по моему вот насколько мне там инструкции давали говорит ты проезжаешь мимо озера он у тебя справа остается потом поворачиваешь снова таки направо там смотри когда этот если замело этот мост то ты там аккуратно чтобы не упал вместе с трактором по моему мы правильно едем и говорит там будет вырубка какая-то и вот на этой вырубке вполне можно себе рубить ну то есть тут она специально этот лес сеется для того чтобы садится чтобы его рубить вот она вырубка да похоже да ну если это не вырубка то тогда я не знаю по моему это вырубка то что нужно так ну погнали погнали давайте резать по моему тут все равно какие резать а Вот какая мачта, смотрите, ровненькая, да? Так, ну и тут, чтобы носить можно было. Продолжение следует... Надеюсь, он заведется. Слышите? Я надеюсь, что слышите, как под этим снега-то здесь больше, как под ногами хрустит, рыпит. Так, потрясающе. Скоро ёлка, Новый год, 100%. Так, хорошо, собираем, если сможем, да? Да, вполне, такие я могу. Может быть, даже и больше смог бы. Что значит уже, смотрите, почти полгода в деревне провел. Уже этот сил больше значительно, чем когда я приехал только-только. По-моему, там были в два раза меньше, я не мог их носить. А тут без вопросов. Берешь, вложишь. Как, прям, как какой-то богатырь настоящий. Только нужно не забыть закрепить. Ну и таким вот образом, так вот потихоньку, понемножку, я думаю, что я нагружу. Сейчас еще немножко срежем деревьев. И, в общем-то, продолжим в следующей части. Зима только началась. И у нас совершенно новые заботы, совершенно новые какие-то эти проблемы. Я буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Ставьте лайки, не забывайте. И всем пока. Продолжение следует.